Коучинг по стендапу я проходил у Алексея в 2016 году, во второй половине 2016 года. Сейчас он закончился, но я продолжаю заниматься стендапом. Или да, несмотря на коучинг, я все-таки продолжаю заниматься стендапом, а мой коучинг мне этого желания не отбил. Я шучу, конечно. Ну, что можно сказать? Вообще, лекцию Алексея я увидел в ЦИМе, и тогда я занимался стендапом у Циммерманов, мне там тоже очень понравилось, но Алексей пришел и прочитал лекцию, которая меня впечатлила некой системной проработкой юмора, некой системной глубинной проработкой того, что происходит на сцене. И это было очень здорово, потому что, ну, в тот момент я понял, что мне бы хотелось именно погрузиться в эту сферу, понять из чего и как устроено, как строится шутка, как работать самое главное над шуткой, от чего и когда получается, чтобы было смешно. Вот то, что у Алексея есть, это очень серьезная, очень глубинная проработка того, что называется стендап. Это, причем, стендап ведь это такая вещь, это не только писательство, это еще и про выступление, это еще и про взаимодействие с публикой. Так вот, все эти аспекты у Алексея проработаны очень глубоко, хорошо, и, ну, я всячески рекомендую те, кто хотят понять, как работать над шутками, над своими выступлениями, работать с Алексеем. Кроме того, за что я очень был благодарен Алексею, он в этом коучинге еще и осуществляет такую психотерапевтическую работу, не знаю, как у других, но у меня бывают периоды такого неверия в себя или непонимания, зачем я это делаю. И в эти моменты мне Алексей очень сильно помогал, особенно тем, что работа была устроена таким образом, что ты входишь в некий рабочий режим, и он постоянный, то есть не сессионный, а вот именно постоянный режим, который способствует тому, чтобы ты работал, который способствует тому, чтобы ты постоянно думал о стендапе. И ты, вот то, что свойственно, я так понимаю, всем начинающим, это некая боязнь чистого листа, боязнь того, что ты написал что-то и уже чувствуешь, что это плохо, ну, какую-то сразу оценку даешь. Вот в этом мне Алексей очень помог, давал очень ценные советы и очень-очень сильно помогал в этом всем. Кроме того, ну, помимо вот некой работы над материалом, еще были комментарии вот на те записи, которые я присылал, на те выступления, которые были. То есть, по сути дела, Алексей еще и режиссирует выступление, которое происходит и помогает как-то справиться с этими вещами, ну, которое необходимое, которое ты сам не увидишь, когда выступаешь. Идя в стендап, может быть, стереотипно несколько, я думал, что будет весело. Ну, то есть, то, что смешно, это понятно, да, но вот веселье и смех, это на самом деле, хотя и близкие вещи, но не такие близкие, как могут показаться. Да, и вот всем, кто собирается работать с Алексеем, нужно понимать, что стиль работы у Алексея, ну, не то, что не веселый, да, но вы должны понимать, что вы начинаете заниматься чем-то вроде математики. Математика тоже может быть веселой, но это все-таки серьезная наука, и подход у Алексея серьезный к этим вещам. И вот, возможно, то, ну, невозможно, а вот той вещью, с которой я почему-то вот ощущал, мне казалось, что вот мир стендапа, это такой веселый, ты приходишь, там, на-на-на, все такие шутки-прибаутки. Оказалось, что вот некий бэкграунд стендапа, стендапа, ну, по крайней мере, вот в том, что происходит, где я был, он немножко другой, он в этом смысле разочаровывает, он, это такая серьезная работа, где люди трудятся, немножко так мазохистически трудятся, где работают над тем, чтобы было смешно, но было смешно на сцене, чтобы было весело, но было весело на сцене. Но это будет тогда, а сейчас мы будем делать свою работу. Мы будем тренировать те вещи, которые у нас получаются, которые у нас не получаются. И, ну, вот это больше похоже на такую научную, серьезную научную деятельность, которая происходит, я думаю, что там в таких областях, как физика, математика, философия, вот. И вот это было для меня, ну, несколько таким удивительным фактом, да. Но я этот стиль принял и понял, что он действительно дает плоды, и, наверное, с точки зрения результатов, это лучше, чем если бы все приходили, были друг к другу друзьями, братанами там, и ни хрена не делали. Вот. Если сравнивать два этих варианта, то, конечно, лучше пусть это будет скучно, пусть это будет серьезно, но пусть это будет действенно, и пусть по итогам, по итогам этой работы будет продукт и будет результат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok